МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Камера пыток. За избиение детей отца семейства ждет уголовное наказание. Я рассказывал раньше, что, говорит, посмотришь, как и шел, он идет, остановимся. Вон взрыв, говорит, и на деревьях вот эти внутренности все человече все. Они освобождали Белоруссию от фашистов. Глава нефтьюганска вручил юбилейные медали к 70-летию исторической даты. Более 37 миллионов рублей необходимо собрать с нефтьюганских должников судебным приставом. И это только за коммунальные услуги. Накануне исполнители закона совместно с нашей съемочной группой навестили злостных неплатильщиков. Что можно описать или изъять в счет погашения долга у тех, кто не платит за благо цивилизации годами, увидела Ольга Кондрашина. Здравствуйте. Судебная пристава. Разрешите, пожалуйста. Такие встречи для хозяев не бывают радостными или долгожданными. Когда приходят в гости приставы, это значит, имущество сначала опишут, а позже заберут в счет погашения долга. Этот мужчина попал в список злостных неплательщиков уже второй раз. Два года назад хозяин накопил непогашенных счетов на 150 тысяч рублей. Тогда сумму пришлось выплатить. Сейчас за коммуналку он вновь должен за сотни тысяч. Почему не оплачивается коммунальный должность? Ну, там сложная ситуация. В чем сложность? Сейчас все рассказываю. Нет, ну, мне обязательно нужно знать, в чем ваша сложность оплатна. Во-первых, сейчас в отношении вас мы предпринимаем принадлительные действия. Имущества в квартире оказалось совсем немного. Ноутбук приставы оценили в тысячу рублей, микроволновку в 500. Арестованная техника останется у хозяина на ответственном хранении на две недели. И если с ней что-то случится, то мужчина понесет уголовное наказание. Это копия судебного приказа? Судебного приказа? Да, конечно. Суд у нас еще состоялся в 13-м году, в сентябре 13-го года. В сентябре 13-го года? Конечно. А почему не знал? Как объясняет должник, в этой квартире прописаны три человека, и он устал оплачивать квитанции за всех. И в конце концов решил и сам пользоваться благами цивилизации бесплатно. Но гасить долги все равно придется. Мужчина официально работает, и если он не сумеет решить проблему по-хорошему, то судебные приставы отправят исполнительный лист в организацию, где будут высчитывать долги в принудительном порядке. Ольга Кондрашина, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Злостных неплательщиков становится все больше, констатируют коммунальщики. Судебные приставы же связывают это с тем, что сейчас нефтеюганцы активно берут кредиты и в первую очередь несут деньги в банк. А вот на тепло, свет и воду семейного бюджета уже не хватает. А между тем, долги нефтеюганцев перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями исчисляются миллионами. По статистике, расчетно-кассового центра на начало июля за тепло горожане должны уже более 200 миллионов, а за воду – 100 и столько же за обслуживание и содержание жилых домов. Сотрудники РКЦ предлагают должникам решать проблемы мирным путем, не дожидаясь судебных тяжб. Для тех жителей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и по каким-то причинам не могут вовремя осуществлять платеж за жилищно-коммунальные услуги, конечно, можно заключить договор рассрочки. Заключение договора рассрочки платежей за жилищно-коммунальные услуги, оно приводит к тому, что у человека не возбуждается как раз вот этот исполнительный лист. Его они останавливают на границе, он может свободно пересечь и поехать в отпуск. Он не приходит к нему, судебные приставы исполнительные не описывают имущество. То есть в любом случае у юристов, у РКЦ ЖКХ есть основания, чтобы не возбуждать непосредственно дело на данного человека. Избивал всю семью, а она терпела. Благодаря бдительным соседям издевательства над детьми в одной из нефтьюганских семей прекратятся. Полицейские завели уголовное дело на нерадивого отца, который использовал, мягко говоря, нестандартные методы воспитания. Мать много лет терпела издевательства и боялась написать заявление. Точку в семейных отношениях поставили инспекторы по делам несовершеннолетних. Теперь дети будут находиться под постоянным контролем у полицейских, а отцу причины своего буйства придется объяснять в суде. Подробности в следующем репортаже. Сегодня мы пришли в одну из семей, получается, где отец данной семьи состоит у нас на профилактическом учете. Мама пятерых детей попросила не показывать ее лицо и не потому, что боится огласки, а из-за того, что сейчас оно больше похоже на сплошной разноцветный синяк. Такой мейкап женщине подарил любимый муж, который уже много лет избивает супругу. Был вызов на дежурную часть, что происходит, семейный скандал. Незамедлительно сотрудники полиции выехали по месту происшествия и было обнаружено, что отец наносит телесные повреждения своему сыну, а также своей жене. Данная семья на учете не состояла, то есть это выявленная семья. Характеризуется семья положительная, то есть имею в виду мать, детей положительную. В школе дети обучаются хорошо. Собственное избивание женщина терпела много лет, но последней каплей стало то, что отец начал издеваться над детьми. Вот такие фотографии нам предоставили полицейские. Это следы от пуль пневматического пистолета. Стрелял мужчина в родного сына инвалида только за то, что малыш, который не может ходить и разговаривать, не просился в туалет. Раньше он был такой вспыльчивый, как бы там кричал, орал, мог там двинуть, но это было как бы в рамках таких это. Но они очень его сильно боятся, они ему ничего не могут сказать, они сидят как мыши. И когда у нас папа дома, он закрывается своей конурки, которую он сделал, это значит, дети должны не ступить ни шаг, не ступить ни два. Он им запретил, вот кажется, я даже не знала, вот как бы приготовишь кушать там или в холодильнике там фрукты, что детям нельзя открывать холодильник. И если что-то не так, он их строго наказывал. И даже не ремнем. В ход шли бейсбольная бита, лом и монтировка, которые полицейские изъяли как вещдеки. Сам глава семейства последние два года не работал и все свободное время занимался воспитанием детей. Правда, что именно отец пытался исправить в родных чадах, не совсем понятно. Ребята отлично учатся и преуспевают в спорте. Бежать от издевательств родного отца и мужа многодетной семье некуда. А оставаться в этой квартире небезопасно. Идти нам некуда. Выход только один – это просить в администрации хотя бы какое-то однокомнатное. Пусть это будет деревянное жилье, пусть это будет маневренный фонд. Но находиться на одной территории – это просто невыносимо. Как говорят инспекторы ОДН, больше всего в этой истории пострадали дети, которые сначала были свидетелями издевательств над родной мамой, а потом и сами стали жертвами. Сейчас на отца Дебошира завели уголовное дело. За все свои преступления против жены и собственных детей ему придется отвечать перед законом. Ольга Кондрашина, Евгений Трехилов, телерадиокомпания «Юганс». В Югре сократят административно-хозяйственный и управленческий аппарат. Такое решение приняли члены окружного правительства. Речь идет о работниках госучреждений, которые собираются реорганизовывать. Этот процесс выглядит примерно так. Два учреждения объединяют, при этом сокращается количество руководителей, уменьшаются расходы на содержание объектов. Таким образом, только в этом году планируется сэкономить свыше 200 миллионов рублей. Простая экономика далее. На 40 миллионов рублей увеличился объем налоговых отчислений от предприятий «Туриндустрии Югры» в прошлом году и составил 240 миллионов рублей. Об этом сообщают в окружном управлении туризма. При этом поток гостей в округ вырос незначительно – на 2,5 тысячи человек и составил в 2013 году 451 тысячу. В этот летний сезон округ готов предоставить всем желающим около 100 маршрутов, туров и экскурсионных программ. Фонд ЖКХ выделил Югре на капремонт домов более 65 миллионов рублей. К федеральным средствам регион добавит еще свыше 160 миллионов. Треть из этих средств выделит муниципальная казна, остальные – окружная. На эти деньги, это порядка 220 миллионов, будут отремонтированы 369 многоквартирников. Как говорится в сообщении, для получения средств из бюджета страны Югра должна была выполнить ряд строгих требований. В их числе утвердит региональную программу капремонта на 30-летний период и краткосрочные планы ее реализации. Таким образом, в долгосрочную программу ремонта и реконструкции общего имущества вошло почти 7 тысяч домов. Должников начнут вычислять по номерам. Московские власти придумали новый способ борьбы с неплательщиками штрафов. На постах ДПС будут выставлены газели, оборудованные камерами и специальной программой «Дорожный пристав», которая будет выявлять должников по автономерам. Всего на дороге столицы выйдут 5 таких комплексов. Они начнут свою работу в течение ближайшего месяца. Если опыт будет удачным, то до конца года «Дорожный пристав» придет в регионы. Процедура выдвижения кандидатов на выборы 14 сентября стартовала в Тюменской области. Напомним, в начале осени югорчанам предстоит проголосовать за губернатора Тюменской области. В областной избирком уже подали документы кандидата на должность главы региона от двух парламентских партий. Это Павел Дорохин от КПРФ и сургутянин Михаил Селюков от ЛДПР. Теперь им, как и всем остальным претендентам, нужно заручиться поддержкой населения и собрать 243 подписи депутатов муниципального уровня. Процедура выдвижения кандидатов продлится до 4 августа. На каждую подпись составляется лист поддержки кандидата, то есть должно быть указано, кто ставит подпись, его должностное положение, депутатом какого уровня он является. Лист нотариально заверяется, после этого публикуется в СМИ и размещается в интернете, прокомментировал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. В оздоровительных лагерях и центрах Тюменской области отдохнут этим летом около 2,5 тысяч детей из Югры и Ямала. О впечатлениях юных северян смотрите в репортаже наших коллег. Три недели провели школьники в Ребячьей республике. Кто-то приехал сюда впервые, а для кого-то отдых в Ребячке становится доброй традицией. Я с Ямала, с города Пурпе. В Ребячке я первый раз, и мне здесь очень понравилось. Здесь очень весело и здорово. Я очень хочу сюда приехать и на зимовку, и на следующее лето. Здесь мне очень нравится отдыхать. Я здесь уже не первый раз. Это мой юбилейный пятый, и я сюда готова приезжать в качестве вожатого. Северянам здесь рады. По словам руководителя региона Владимира Якушева, удовлетворяются все заявки, которые поступают из Югры и Ямала. Ребята окружены постоянным вниманием педагогов, психологов и медицинских работников. Чтобы у нас было сбалансированное грамотное питание, чтобы был нерезкий переход у наших детей, особенно с Ямала и из Хантамансийского округа, мы за этим очень серьезно следим. Для детей созданы не только отличные условия для проживания и отдыха, но и разработаны интересные программы. Ребенок постоянно чем-то увлечен, занят. Возраст ребят самый разный – от 7 до 16 лет. Но каждый найдет себе занятие по вкусу. Например, пообщаться на английском с носителем языка. Его преподает Эшли Хант из американского Бостона. Второй раз в Ребятке. И первый раз я приехала сюда, чтобы более-менее учить русский язык, чуть-чуть побольше. Но когда я приехала сюда, я нашла много новых друзей. На днях в Ребятчей Республике начнется очередная смена. Школьники из Югры, Ямала и Тюменской области вновь проведут ее вместе. В стройиндустрии Югры будут применять новые строительные технологии. Об этом стало известно на заседании правительства округа, которое провел первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин. Сообщает Югра-ТВ. Корректировка предполагает расширение программы обеспечением доступным и комфортным жильем жителей округа до 2020 года. Поправки должны простимулировать строительные компании, применять композитные материалы при возведении домов. По планам правительства, использовать новые технологии должна минимум каждая пятая компания Югры. Композиты имеют ряд преимуществ. Хорошие эксплуатационные характеристики в сложных климатических условиях, высокие противопожарные свойства, прочность, коррозийная и влагостойкость. Они лучше сохраняют тепло и поглощают звук. Медсестра, наводчица и радистка. Глава города Виталий Бурчевский наградил ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Напомним, этому событию 2 июля исполнилось 70 лет. Юбилейную медаль получили три женщины-героя – Анна Макарова, Клавдия Желтова и Вера Тихонова. У меня почетная миссия – вручить вам медаль, посвященная 70-летию освобождения Беларуси. А, ну, правильно. У нас третий белорусский фраз. Бережно и не скрывая волнения, Виталий Бурчевский сам прикрепил медаль на платье ветерана. Эта награда для Клавдии Желтова – неожиданный подарок. Хотя гостей, признается наводчица, она рада видеть каждый день. И по любому поводу. Здоровья вам, счастья. Ещё долго живите. Ну, да, конечно. Если так будут, то, пожалуйста, я сам буду жить. На войну Клавдию призвали в 18 лет по повестке. Направили на Северный фронт в зенитный дивизион. Там определили наводчицы. Их батарея за время боёв сбила десяток вражеских самолётов. Стоит на вышке человек, наблюдается за самолётами. Вот. Если он что-то заметил, дальномерщики свою длину сколько, потом передают нам. Мы все садимся на свои места и ждём этого, этот самолёт. Он на нас должен лететь. И нас бить должен. На груди Веры Михайловны Тихоновой сегодня тоже появилась новая медаль. Только вот о войне в этот день ни слова. Две дочки – Ирина и Татьяна – с благодарностью признаются. Мама никогда не любила вспоминать о тяжёлых боях и фронтовых невзгодах. Как вот рассказывают раньше, что, говорит, вот посмотришь, как эшелон идёт, остановимся. Вот взрыв, говорит, и вот на деревьях вот эти вот внутренности все человечесят. Так что мы очень мало знаем, она не любила рассказывать. Участница войны и сегодня решила подсластить жизнь дорогим гостям. На столе традиционно торт, правда, покупной. Хотя раньше Вера Михайловна знала как минимум тысячу рецептов. А вот сейчас, говорит, стала память подводить. Каких только не пекла торт, я уже и забыла. Памятные значки проделали долгий путь из самого Минска. Медаль 70-летия от освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков учредил в этом году президент дружественного государства Александр Лукашенко. Светлана Ряписова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске». Делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.